Юля, я вас хочу поздравить с тем, что вы прошли программу профессия нумеролог. Конечно, спасибо. Да, и расскажите про себя немножко, чем занимаетесь. Я до начала обучения нумерологии работала уже реинкарнациологом. В принципе, я начала свой, так сказать, духовный путь, путь в эзотерику непосредственно, сразу с такой довольно непростой ниши, скажем так. Но, честно говоря, нумерология меня интересовала еще раньше, до реинкарнациологии. Просто сложилось такое стойкое убеждение, что нумерологов на рынке очень много, и куда еще я со своей нумерологией буду туда влезать? Только меня там еще не хватало. И выбирая даже в тот момент, с чего начать обучение, еще в прошлом году, года даже два назад, я пошла в сторону регрессивной терапии, потому что там, мне казалось, будет проще. Но вот даже сейчас, когда я начала уже практиковать как нумеролог где-то последний месяц, я уже очень активно работаю, у меня большая загруженность, два-три клиента стабильно каждый день, я в шоке, я не ожидала. И тот вывод, который могу сейчас сделать, потому что я вот даже сейчас понимаю, проведя один сеанс как регрессолог, я устаю, я чувствую какую-то потерю энергии, это сложно. И проведя при этом три консультации нумерологические, я продолжаю скакать, у меня не теряется энергия, происходит какой-то такой взаимообмен с теми людьми, которые приходят на нумерологические консультации. Или потому что я себя чувствую в этой сфере намного увереннее, можно сказать, как рыба в воде. И мне не нужно напрягаться для того, чтобы работать. Я как бы получаю удовольствие, параллельно занимаясь этим. Особенно для меня стало таким приятным эффектом, что, естественно, на регресс люди идут не так масштабно, не так много, как на нумерологию. И стоило мне даже в своем маленьком совершенно инстаграме начать рассказывать о том, что я изучаю нумерологию, меня уже забрасывали вопросами. Ну когда же, скажи цену, когда ты меня запишешь, когда ты меня проконсультируешь? Я вначале так думаю, ого, класс, интересно. Но я думала, что ну вот сейчас, когда начну, как всегда скажу, я записываю, никого не будет. И тем не менее, когда в начале ноября я впервые сказала, что вот все, я начинаю консультировать, думаю, начну за какую-то минимальную сумму проводить. Особенно это было после вашей лекции, которую вы проводили в ноябре, по-моему, да, это где-то было? Мастер-класс вы проводили по мастер-классу. Я точно не помню, но проводил когда-то. Больше месяца назад. По консультированию, да, да. Да, 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 да. Я тогда только начинала, и как-то я это прощупывала, как я это буду делать. Я вам тогда еще задавала вопрос, что мне очень тяжело построить консультацию в том плане, что как понять и поставить один запрос, а не начать вот это вот на два, на три часа, приплетая разные-разные вопросы. Я как-то не могла это все нащупать, поэтому такие мои были первые шаги. Но после этого вот огромное вам спасибо. Кстати, вы так умеете промывать мозги. Вот после этого вообще не страшно, вообще не страшно, послушав вас, ни цену на услуги называть, ни пропала у меня окончательно вот эта вот боязнь, что клиентов не хватит, что нумерологов слишком много. Вот даже не сколько обучения, а сколько непосредственно вот эта постановка вопроса, вот этот вот поворот фокуса внимания, который вы сделали в своем курсе, это вот очень круто поменяло мышление. И когда это все, так сказать, как пазл у меня сложилось, сложились знания по нумерологии, поменялось мышление. И когда я начала, в принципе, действовать, у меня даже вот… Я нахожусь в чате с бесплатными консультациями, которые есть. Нет, надо писать, мне бы своих куда-то позаписывать, которые ко мне хотят. Минимум на две недели у меня все расписано. И вот я помню вашу фразу, когда вы сказали, сначала у вас есть вопрос, как искать клиентов, а потом вопрос, а куда записывать этих клиентов? Да, потому что… Потому что вот у меня такое… Я хочу сказать очень… Вот эти вот полтора месяца, где-то с середины ноября я стартовала. Так, вот у меня подвисли. Да, вы у меня чуть подвисли, но я вас слышал. Вы рассказывали про то, что вы… Ну, то есть стартовали с ноября, и вот сейчас промежуток этот полтора месяца прошел, вы еще учились, доучивались, сертифицировались, и уже запись есть у вас на две недели вперед. Да. Класс, это здорово. При… Мне интересно, при выборе, куда идти учиться, были ли какие-то сомнения, возражения по поводу Светланы? Да, еще раз повторите, пожалуйста, вы у меня подвисали чуть-чуть. Я говорю, когда планировали идти учиться к нам? Были ли какие-то сомнения, возражения, идти, не идти? Тем более вы уже занимались там регрессологией. Это у меня вообще такая очень интересная история в тот момент была, что я, как я говорила до этого, планировала изучать нумерологию. У меня даже была одна попытка изучения. Я там в файле написала, что я проходила краткую первую ступень у Виктории Бардадым. Она ведический астролог, и при этом она преподавала нумерологию. И на прошлый год была какая-то большая скидка, и я что-то за символическую цену купила целый курс, вроде бы масштабный, объемный, но когда по квадрату Пифагора, как оказалось. Хотя я думала, ведический астролог будет давать что-то другое, но не квадрат Пифагора. Потому что название ведической астрологии, что-то там должно быть. Ну, чуть-чуть не то должно быть. Я как бы знаю, что квадрат Пифагора, но отдельно. А есть ведическая нумерология, и для меня это разные понятия. И на самом деле это разные понятия. Но вот почему-то она преподавала именно квадрат Пифагора. И в такой системе, что прослушав весь первый курс, все трактовки, всех ячеек, всех стрел, всего, я на это все сижу, смотрю и понимаю, и что мне с этим делать, и как мне это применять к людям. И вот это вот, что дано, и как я могу, любой вопрос, который был у меня в голове, формировался при этом. Я думаю, как же я могу с помощью вот этого вот набора непонятно чего решить. Так, чуть подвисла запись. Это интересно у меня или у вас. Так. Слышите? Да, вот сейчас слышу. О, появились вы. А это, я не знаю, у кого это, или у вас, или у вас. Я уже переключила интернет на 3G, поэтому у меня должно будет все летать. У меня есть такие вопросы с Wi-Fi, и я вот от телефона раздала себе уже на ноутбук, поэтому... Ну, это вы еще первый раз сделали, когда я завис, да? Или только сейчас? Да, 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 еще предназначено. Значит, это у меня, и я ничего не могу сделать. Ну, вроде бы, все должно быть окей. Хорошо. Мы остановились на том, что вы рассказывали про... Как вы попали к нам. Да, что я проходила другой курс, и который мне абсолютно не зашел. Я очень сильно разочаровалась, я поняла, что с помощью этих знаний я не могу помогать людям, я не могу никак как трактовать и давать ответы на их вопросы, потому что я себя даже не смогла разобрать по вот этим вот знаниям, которые мне были даны. И, ну, вы же понимаете, когда ты там какой-то курс уже купил, нумерологию где-то просматриваешь, начинает работать таргетированная реклама. Ну да, конечно. И у меня начала закидывать информация обо всех нумерологах, какие только есть. Я это все смотрела, как всегда, в закладочки добавляю, которые потом-потом я посмотрю, да-да-да. И в тот момент увидела рекламу Светланы, мне понравилось то, что вот я воспринимаю, и реинкарнационологию я тоже так преподношу очень серьезно, как научный подход, как подраздел психологии, без какого-то шаманизма, магии, там, вызывания духов, я вот против всего этого. И нумерологию я тоже воспринимаю как серьезный инструмент. Вот, ну, грубо говоря, мы со Светланой в этом плане похожи, вот как она мыслит, как она это воспринимает, так и я, не как эзотерику. Вот эзотерика для меня это, ну, что-то такое совсем, а нумерология, ну, я бы назвала ее наукой, вполне осязаемой, вполне реальной, никакой не магической. И мне понравился вот этот подход Светланы, как она это рассказывала. При том, что, ну, такой элемент магии у меня, конечно, случился же, потому что работая в регрессивной терапии непосредственно самостоятельно, я чувствовала, что чуть-чуть я двигаюсь куда-то не туда, и у меня, я начала замечать знаки, интерпретировать как-то определенные знаки, которые ко мне приходят извне. И в тот момент, когда я прослушала вебинар Светланы, и такая ухоп цена, я думаю, ого, я рассчитывала, думала, цена будет за курс поменьше, потому что до этого как-то все нумерологи, во-первых, курсы там месячные, информация там мизерная, и цена, соответственно, намного меньше. И на фоне других я такая думаю, ого, ну ладно, думаю, пока я не готова. И в этот момент у меня происходит вот это сильнейшее внутреннее ощущение, звон в ушах, и я понимаю, что, блин, на это нужно обратить внимание. И окончательно потом, созвонившись с вами, поговорив, я настолько почувствовала внутреннее желание непреодолимое. Я, не знаю, я, наверное, на море так ехать не хочу, когда мы покупаем путевки, как в тот момент. Я почему-то захотела именно сейчас, именно в тот момент обучаться. Хотя оно мне уже, грубо говоря, не лезло, потому что я набрала других обучений. И почему я затянула обучение, я очень много чего изучала за этот год, очень много. И добавила туда еще и нумерологию, но не жалею. Это того стоило, я так стрессанула, пока сдавала эту сертификацию, что просто у меня декабрь был. Но зато сейчас ощущение, когда наконец-то я понимаю, пух, все, сдала. И когда Светлана в конце еще и похвалила, я думаю, ну и ес, это точно было не зря. Класс. Конечно же, это было не зря, потому что вы получили результаты, правильно? И, соответственно, у меня вопрос, если мы засуммируем, то какие результаты для себя важны? Вот конкретно для вас, какие важные результаты получили, обучаясь здесь? Уже на сейчас? Потому что я знаю, что вы и дальше у нас будете учиться, но на сейчас. На сейчас, ну, во-первых, если брать лично меня, как человека, а не как консультанта, то я разобрала настолько, я, можно сказать, была, как я вначале и говорила, чувствовала какую-то потерянность. С самого начала я не совсем понимала, куда мне двигаться. И во мне очень сильно работало чувство вины за какие-то эмоции, которые я испытываю, за действие либо бездействие в данном плане. И я пыталась себя всячески изменить, поломать, вот прям вогнать в те рамки, вот как надо, как надо. И вот никак иначе я очень сильно страдала, ходила и по психологам, и, ну, всякие ошибки совершала. И когда я разобрала некие элементы и поняла, что во мне, да, это есть, но это не то, что нужно ломать, то, что нужно прорабатывать другими способами, частично принять кое-какие, свою внутреннюю структуру, то, что я разобрала на курсе, я поняла, что я такая, и с этим я ничего не могу сделать. Я могу это принять, научиться жизнь и поворачивать вот эти минусы себе во благо, делая из них плюсы, либо как минимум нейтрализуя каким-то образом. И ушло вот это сильное глобальное чувство вины, что я какая-то не такая, что я вот сделала что-то не то, поиск какого-то вот этого, знаете, такое сильное чувство, вот найти какое-то решение, найти какой-то путь. А на самом деле этого не нужно было мне делать. Оно все совсем в этих плоскостях лежит. И разобравшись с собой, приняв какие-то свои, скажем так, даже теневые стороны, она помогла нумерологии, просто подсветила. И когда ты смотришь на свою карту внутреннего я, и ты понимаешь, что я вот такая по внутренней структуре, что я зачем-то такая рождена, уже это без каких-либо дополнительных проработок снимает очень большой груз души. Просто выдыхаешь и начинаешь смотреть на себя, на мир по-другому. Это здорово. Это очень большое осознание. Какие еще важные результаты для себя получили? Как минимум понимание других своих близких. Потому что даже беглый анализ, имея вот эти вот данные, которые уже есть, и моменты... Пускай я не делала никаких там глобальных пока совместимостей себя с мужем, себя там с родителями, с другими родственниками, но уже понимая, какое вот то, что я нашла в себе и приняла, и посмотрела, что есть такого в муже, что я в нем не принимаю, и даже я открыла для себя очень сильные моменты, разобрав базовую нумерологическую карту, его поняв, что он за человек и что он совершает какие-то поступки, действия не потому, что он меня не любит, не потому, что он хочет мне сделать назло, а потому, что он в принципе такой человек, как и я, то, что я в себе приняла, и на это нужно посмотреть с другой стороны, и принять кое-что в нем, что то, что это не изменится, это его суть, это его путь, и это, грубо говоря, его судьба, и я его такого выбрала, и я злюсь на те моменты, что изменить нельзя. Я провела для себя такую параллель, что это все равно, что злиться на человека за то, что у него глаза карие, но он такой есть, и ты видела это, когда ты его выбирала, так что ты теперь злишься и пытаешься что-то изменить. Вот это тоже стало для меня очень таким сильным инсайтом, которое, как минимум, вот сгладило какие-то острые углы в отношениях, в ссорах, и, ну, в принципе, если вот так оценивать, что я с этого взяла, взяла очень много. Прям переворот взгляда на мир, взгляда на себя, на отношения, на своих близких, на людей в целом, и даже на консультирование, на помощь другим людям, насколько можно четко вот подсветить какие-то моменты, и вот когда человек приходит к тебе с проблемой, а уходит потом с каким-то пониманием, и ты спустя какое-то время даже получаешь благодарность, что вот, блин, не полегчало, я поняла, я разобралась, но это дорогого стоит. Вот даже если не брать во внимание чисто денежный вопрос, само это, когда твоя деятельность нравится тебе, и с помощью нее ты приносишь людям благо, еще и деньги зарабатываешь, но это максимальное комбо. Класс, отлично. А еще результат, я так понимаю, у нас есть в сфере консультирования, правильно? То есть мы, я зафиксировалась в личностной жизни, то есть в отношениях, то есть два. Если взять вот третью сферу, это финансовую сферу, здесь тоже уже начинают показываться результаты, правильно понимаю? Да. Так, хорошо, если мы выделим, потому что мне очень интересно задать несколько вопросов касательно самой программы, вот, ну, в целом все, что вы прошли касательно, и первый вопрос это, что непосредственно самого ценного в этом обучении с точки зрения, почему здесь вы получили результаты? Вот вопрос такой, почему здесь вы получили результаты на этой программе? В отличие... Это то, что все говорят, это Светлана, конечно же, это ее обратная связь, которую она дает каждому домашнему заданию. Это стоит, я не знаю, как минимум, наверное, десяти консультаций, которые можно было бы у нее взять за все это время. Она подсвечивает такие моменты. Она, помимо того, что сама программа очень обширная, очень насыщенная, и там очень много краткой, четкой, без воды информации. При этом, при всем, когда ты делаешь домашнее задание, есть вот этот вот индивидуальный подход, несмотря на то, что мы обучаемся как бы в группе, и пакет у меня был не индивидуальный, у меня было групповое обучение. Но, тем не менее, Светлана каждое мое домашнее задание, она его разбирала, давала ответ. Я вот временами злилась, конечно, но сейчас я безумно благодарна за те моменты, когда она возвращала на доработку домашнее задание, я его переделывала. Она снова его комментировала, слово говорила, что не так, где докрутить, где досмотреть. И при этом она не дает готового результата. Она не говорит, что вот по ее домашнее задание, неправильно так-то, так-то, надо было сделать так-то, так-то. Она указывает, что было неправильно, и говорит, думай, доделай его. То есть она могла бы отнестись к этому так, что вот есть домашнее задание, она проверила, сказала, что неправильно, поставила галочку, все. Но нет, вот в ней есть вот это вот желание дать максимальный результат, чтобы ты сам дошел, чтобы ты это понял, и не важно, сколько раз она потратит свое время, сколько раз она будет возвращать это домашнее задание, два, три, пять раз, но пока ты не поймешь, тебя как бы не отпустят. Здорово. Изюминка программы Светлана. Хорошо. Что касательно программ, которые есть? Самые, получается, результаты вы получаете, потому что есть Светлана. Касательно самой программы, касательно, не знаю, знаний, наполнения, что здесь? Вот, касательно методик, потому что важна обратная связь с точки зрения, вы эту систему используете для других людей, то есть и какие здесь тоже есть моменты, результаты, не знаю, что по знаниям, по самой структуре, по системе? По структуре, по системе все понятно, тоже, как я сказала, что все без воды, нет каких-то длинных лекций, когда много непонятной информации, нужно там вычленять какие-то данные, все кратко, информации достаточно, но при этом она хорошо структурирована и хороша для понимания. Есть, конечно, такие сложные темы, как для меня была система МАКИ, я даже плавала над ней, скажу честно, потому что она мне не заходила никак. И вот тут, мне кажется, какой-то информации все-таки чуть-чуть не хватало, хотелось либо дополнительный онлайн какой-то чисто по ней, либо какие-то, буду больше примеров разобрать. Ну вот, или это мое личное восприятие, потому что мне она не заходила. Вот до системы МАКИ всего достаточно, все кратко, все четко, все очень удобно, все очень понятно, тут как бы вопросов нет вообще, было круто. Ну вот система МАКИ, конечно, мне пришлось повоевать. Ну если вы здесь, значит вопрос решен. Решен, да. Я же говорю, возвращали домашние задания, мне говорили, что в какую сторону посмотреть, что доделать, я сидела, плакала, доделывала, отправляла, мне отправляли назад, я опять плакала, сидела, доделывала и отправляла. В итоге, надеюсь, пазл сложился, то есть пока что такая прям вот, я ее прошла, я ее вымучила, и я прям собой гордилась в тот момент, когда я получила зачет, я тут пищала на всю квартиру, скакала, думаю, вау, неужели. Ну и к чему я говорила, и начиная с системы КИИ еще я, Светлана, когда поставила зачет, она еще и похвалила меня, что я там сама дошла до каких-то выводов, на которые она мне не указывала, и на сертификации меня еще похвалили, потому что я одна взяла какую-то тему, которую, оказывается, никто не брал до меня ни разу на сертификацию, а я удивилась, потому что для меня эта тема, ну, нумерологическая карта, вот эти разборы имени глубинные, мне оно все очень легко дается, мне это нравится, и это основное, с чем я сейчас работаю. Я работаю с клиентами, и именно такую услугу клиентам предлагаю, а Светлана говорит, что, оказывается, я первая, никто больше не берет, потому что это сложно. Кому как, кто на системе КИИИ, да, кому-то нумерологическая карта сложна, поэтому, вот каждому свое, как бы. Да, классно, классно. Юлия, у нас есть такая штука, но вы же знаете, потому что вы даже с рекламы сюда попали к нам, в любом случае, кто попадает с рекламы, но и также есть с рекламы люди, которые считают, ну вот, и нам неоднократно это заявляют на наших вебинарах, что почему бы нам не дать вот кусок этой информации, прям кусок они хотят, этой информации бесплатно. И у меня такой вопрос, почему, как вы считаете, вот пройдя весь этот путь, почему эта информация не может быть вообще в свободном доступе и бесплатно? Вот, ну, я не знаю, как насчет свободном, но мы ее не планируем выставлять однозначно, и не планируем, естественно, ее давать бесплатно. Ну, во-первых, то, что собрала Светлана, все эти методики, по большому счету, если сильно напрячься, всю эту информацию найти можно. Но во-вторых, то, насколько это структурировано и дано через призму взглядов именно Светланы, и насколько тут важна ее обратная связь, это все можно прочитать. Даже если вы сейчас весь этот курс дадите просто прямой доступ людям, которые будут его просматривать, результата у них не будет, результат будет ноль, без практики, без обратной связи, которую дает непосредственно Светлана, либо другие кураторы, потому что, ну, тут много очень есть скрытых нюансов, на которые нужно направлять свой фокус, и каждый воспринимает информацию по-разному. Я же говорю, все эти методики, их не придумало, большинство из них не придумало Светлана. Эту информацию можно найти, те, кто захотят, они могут собрать эту информацию в интернете, и, пожалуйста, ну, почему нет самоучек, хороших нумерологов, кто обучался вот без какого-то наставника. Любую профессию можно получить только через учителя, только через передачу вот этих вот знаний, опыта. И если дать даже кусок этой информации, но она не принесет пользы. Ну, она максимум удовлетворит любопытство, скажем так, человеку. Ну, вы бы за сколько времени смогли освоить этот материал самостоятельно? Ну, может, лет пять, если бы я сильно этим занималась, очень активно, и, ну, прям, если бы мне все дали вот как есть, мне не пришлось, как Светлана, собирать это все по крупицам и объединять в одну глобальную систему. Вот уже на готовеньком, в лучшем случае лет пять, и то не до конца, и то я не уверена. А так, я думаю, на это можно потратить десятки лет и к этому не прийти. Просто Светлана сама по себе, я не побоюсь этого слова, это как бы даже не лезть, это то, в чем я уверена. В какой-то мере Светлана в этом плане гениальный человек, потому что далеко не всем дано вот взять такую кучу информации, и сложной информации, соединить ее в одну систему, чтобы это при этом работало, и уметь донести это и обучить этому других людей. Это просто огромное количество каких-то талантов, навыков, которые собрались в одном человеке, которые позволяют ей это сделать. Вот не будет Светланы, эта система не будет работать, скажем так. Возможно, ее ученики спустя десятки лет когда-то это все освоят, проработают настолько, что станут такими же, как Светлана, но на данный момент это все, вот я вначале сказала, что я считаю, что работает эта система непосредственно на ней, на ее знаниях, и поэтому свободный доступ давать эту информацию. Во-первых, вот если убрать, да, вот это вот желание получить что-то бесплатно, это слишком ценно. Ну, слишком это ценно. Вот как человек, который это прошел, я бы эти знания никому не отдала бесплатно. Ну, вот просто. У меня даже бесплатно желания нет консультировать. Даже когда говорят, и вот есть такая вот фраза там, начинать с бесплатных консультаций. Бесплатных. Ну, разве что диагностическая консультация, но никак не передача этих знаний, потому что они дорогого стоят. И те, кто начнут обучаться на этой программе, они это оценят однозначно. Тем более, что у вас, я не знаю, есть ли сейчас, но, по крайней мере, когда я начинала учиться, был определенный период, после которого вы возвращали деньги, если что-то человеку не нравилось. Поэтому... Да, мы сейчас сделали три гарантии. Это еще сильней. Вот. Потому что результаты у студентов есть, и мы теперь предлагаем тройную гарантию, которую, в принципе, по рынку мало кто может предложить. То есть это гарантия уникальности, то, что они на курсе даже опытные придут, и на первом уровне сразу у них будет что-то, что они не знают. То есть мы уже исключили людей, которые могли что-то знать, в принципе, и на базовых вещах. Ну, то есть... Потому что в последнее время зашли Светланы ученики, которые учились там в 15-м, в 13-м году, никто не смог пройти тест по нулевому модулю, поэтому... Вот тем более, да. Да, и они тогда молча, спокойно идут с самого начала, они говорят, нет, все, мы все поняли, все понятно, это же Светлана, тут все ясно, надо идти с самого начала, опять все изучать, поднимать азы. Да, такая штука есть. Юля, вам спасибо большое. Последнее, подведем итог. Какой бы вы поставили оценку программе, почему такую, там от нуля до десяти? Ну, то есть в программе от нуля до десяти, какой бы вы поставили оценку нашей? Естественно, десяточку. Десяточку. Там много где обучалась, много каким направлением, я там отдельно изучаю сейчас глубокий буддизм, я изучала рентгенциологию и другие науки, тренинги, которые я проходила. Вот эта вот система, ну вот, знаете, когда проходишь обучение, есть какое-то сомнение в своих знаниях, в своих результатах, хочется сначала наработать опыт, а потом уже начинать брать деньги. Вот это обучение, почему десяточка? Оно построено так, что когда ты сдаешь сертификацию, ты уже полноценный работающий специалист, ты уже не ученик, у тебя уже нет надобности набивать руку на чем-то, что-то тренировать, как-то себя вот поднимать даже в своих глазах. Ты уже четко понимаешь, что ты можешь, что ты научился. Класс. Это очень отлично слышать. Рад, что у вас так. Потому что я десять месяцев училась, как бы у меня еще было не так. У каждого по-своему, у каждого по-своему. Ну, у вас действительно классный результат, и я вас с этим поздравляю. И на самый последок, ваше пожелание студентам, которые думают учиться у Светланы. Даже не думать, потому что это будет лучшее вложение своих времени и денег. Непосредственно те результаты, которые можно будет потом получить, даже если вы не соберетесь практиковать и зарабатывать с помощью этого деньги, даже те результаты, которые вы получите лично для себя, стократно, вот не побоюсь этого слова, стократно окупят вам в будущем этот курс. Спасибо вам, Юля. Хорошего дня. Это прям искренне. Это не вам реклама. Я говорю не потому, что мне надо записать интервью и что-то хорошее вам сказать. Это на самом деле мое глубокое убеждение. Ни одно обучение не проходило у меня так напряженно. Перед сертификацией меня ни муж не узнавал, ни подруги, никто. Я сутки не спала, я сидела, плакала. Почему плачешь? Я боюсь. Юля, ну это же Светлана. Я говорю, ну для меня Светлана просто такого уровня человека, она для меня как гуру, как мастер. Я настолько убеждена в ее и поражена, восхищаюсь ее разумом, ее вот этой способностью видеть эти вещи, что перед таким человеком, ну как-никак немножко теряешься. Я говорю, я ее очень люблю. Я говорю, ну я ее очень боюсь. У меня завтра сертификация. Я говорю, перед Светланой, я уже провела десятки консультаций до этого момента, но вот консультация перед Светланой, я очень волновалась. И я прям чувствовала, что это вот, как говорится, перед каким-то этапом важной жизни, перед каким-то скачком, вот происходит такая прям зона турбулентности. Я вот последние несколько недель проживала такую турбулентность. Я прям чувствую, что ну вот какие-то грядут в моей жизни перемены, и нумерология сыграла в этом. Бросает наверх вас, наверх. Да, 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 а это ощущается у нее как неприятно, пока ты там не оказался и не понимаешь, куда ты летишь. Ощущение потери опоры прям ужасное. Поэтому это не такое, да, но при этом я четко уверена. Я даже, когда заканчивала реинкарнациологию, я не была настолько, я до сих пор не настолько уверена в себе, как в специалисте, как вот я чувствую. Я понимаю, что мне многому еще нужно учиться в нумерологии, что мне нужно много нарабатывать вот этого вот видения сразу, без подготовки. Это как бы, ну, разумные такие, скажем, понимания есть. Но при этом есть внутренняя уверенность, что, блин, мне дали столько, что я могу потягаться с большинством нумерологов, которые существуют на рынке уже сейчас. Уже сейчас это 100%. И особенно со старыми, которые думают, что они нумерологи. Вот, это 100%. Хорошо, вам огромное спасибо. По времени уже пора заканчивать. Поэтому хорошего вам дня, Юля. Вам благодарю. У вас.